Одной из главных тем традиционного послания губернатора в этом году, как ожидается, станет подведение итогов реализации стратегии опережающего развития Самарской области, стратегии лидерства. Ее сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова. В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек. Они определили несколько самых важных сфер жизни, на которые власть должна направить свои усилия. Именно эти сферы сейчас в фокусе внимания губернатора, правительства Самарской области и всего депутатского корпуса. Главной задачей этой работы является повышение качества жизни конкретного человека, в каком населенном пункте губернии он бы не жил. Первые слова, которые прозвучали в его выступлении, слова о том, что будут обязательно обсуждаться все государственные решения с представителями гражданского общества, они выполняются на протяжении всех трех лет его руководства. Конечно, из этого выросла и стратегия лидерства нашего региона, которая сегодня реализуется, и ее результаты мы видим воочию. Я считаю, что сегодня необходимо нам регионально понять задачу по сбережению народа. Второе, мне кажется, что это вопросы очень грамотно выстроенные, как Дмитрий Игоревич умеет это делать. Вопросы сохранения здоровья, начиная от профосмотров, диспансеризации. И, конечно, сегодня крайне важная тема – это вакцинация. И, конечно, мне хочется услышать о том, чтобы прозвучали конкретные тезисы по поводу работы по повышению доходов граждан. Член правления Союза женщин Самарской области Светлана Макушева подчеркнула важность того, что все ответственные решения по благоустройству общественных пространств принимались губернатором после обсуждений с людьми. И это основная часть стратегии лидерства региона. Строили школы именно там, где люди их больше всего ждут, где проживает много семей с детьми. Например, в Октябрьском и Красноглинском районах Самары. Важно, чтобы продолжилась последовательная работа по поддержке семей, воспитывающих детей. И чтобы все те рекомендации, которые были высказаны в послании президента, были максимально быстро реализованы в Самарской области. И чтобы все семьи могли получить ту необходимую поддержку, чтобы им было комфортно воспитывать детей, комфортно было в тех общественных пространствах, которые будут у нас благоустраиваться. Ежегодное послание губернатора Дмитрия Азарова состоится 18 мая в 12 часов. Трансляцию можно будет увидеть в прямом эфире. Виктория Шарая, События.